Итак, здравствуйте, друзья. Меня зовут Антон Михайлюк. Я HR-директор киевского офиса компании DataArt. И от имени нашей компании я рад приветствовать вас на очередной встрече IT Talk. Для тех, кто впервые у нас, скажу, что IT Talk это созданное по инициативе DataArt открытое сообщество, объединяющее всех, кто неравнодушен к информационным технологиям, к вопросам, связанным с их разработкой, изучением, внедрением, исследованием и так далее. Сегодняшняя встреча посвящена Google Glass. И у нее есть все шансы быть интересной и полезной для вас. Потому что спикером будет Алексей Рыбаков. Это наш коллега из Харьковского офиса. Эксперт по многим направлениям. И в частности по мобильным технологиям и по встроенным системам, что имеет прямое отношение к тематике нашей сегодняшней встречи. Ну и вот учитывая, так сказать, накал страстей, я не буду больше тянуть время и с удовольствием передаю Алексею слово. Андон, спасибо огромное за такой яркий интродакшн. Собственно говоря, как я уже говорил, мы здесь сегодня не только оффлайн, еще наши коллеги присоединились из наших разных офисов. Соответственно, я на всякий случай начну сначала. Всем привет. Меня зовут Алексей Рыбаков. Я senior developer компании DotaArt. Сегодня я расскажу вам о двух замечательных вещах. О Google Glass и о DeviceHive. Собственно говоря, каким образом у нас будет сегодня проходить наш итог. Я буду показывать и рассказывать слайды. Будет немножко видео. И у нас будут еще живые демо. Живые демо потребуют от меня следующих действий. Положить микрофон, подключить очки к компьютеру, там пару команд набрать, запустить. Не пугайтесь, это все нормально. Так и запланировано. Да. Если у вас возникают вопросы, вы их на минуточку придержите, может быть запишите. В конце у нас будет большая сессия вопросов и ответов. Почему придержите? Потому что, возможно, следующим слайдом я уже сразу отвечу на ваш вопрос. Вот. Ну и, собственно говоря, давайте, пожалуй, начнем. Что такое Google Glass? Какие они существуют сейчас? И как они, собственно говоря, начинали развиваться? Собственно говоря, появились они, были анонсированы Google в марте 2013 года на Google.io. В ивенте была очень большая, красивая презентация. Там люди сначала с очками выбрасывались из самолета, счастливым образом попадали на крышу, с парашютом выбрасывались, естественно. Передавали эти очки велосипедистам, велосипедисты ехали по крыше и так далее, и так далее, и так далее. В конечном итоге, там, пять перемен и эстафет, эти очки были отданы и внесены на сцену. Если есть кто-то, кто не видел этот ивент, он там где-то минут 13 длится, мы в самом-самом конце, после вопросов и ответов, я могу вам здесь запустить, и вы его посмотрите. В общем-то, в чем смысл был всего этого ивента? Показать, насколько это крутой девайс. Кроме всего прочего, на этом же Google.io все присутствующие программисты смогли получить возможность отправить заявку на покупку этого девайса. На тот момент он стоил 1500 долларов. Две тысячи человек там присутствовало, и две тысячи девайсов было в конечном итоге распродано. Девайсы распродавались не сразу, они начали поступать именно вот уже заказавшим людям через два, по-моему, с половиной месяца, потому что это в середине лета. Но кроме этих девелоперов были еще Google-девелоперы из TeamX, X-Project, который разрабатывали. К чему это все рассказывает? Я хочу вам рассказать, какое количество девайсов существует. То есть на лето 2013 года было 2000 девайсов у девелоперов и еще 1000 девайсов у разработчиков из Google. Далее. Google запускает программу If I had glasses. Собственно говоря, смысл программы в следующем. Да. Хорошо. Смысл программы в следующем. Ты пишешь Google письмо, в котором говоришь, если бы у меня были очки, я бы сделал следующее. Я бы там, выгуливая свою собаку, я бы снимал про нее видеоролики. Или я бы, возвращаясь домой, всегда бы обязательно одевал эти очки и включал там видео своей супруги, чтобы она посмотрела, как я провел день. Или я там что-нибудь еще бы делал. Если Google считала, что вот этот вот кейс, описанный вами, имеет место, им интересен, они давали вам возможность купить эти очки за 1500 долларов. Таким образом, было обработано огромнейшее количество заявок и было продано еще 8000 очков. То есть, в сумме 10000 плюс там какое-то количество Google. Далее. В начале 2014 года всем владельцам Google Glass была дана возможность отправить три инвайта. Все равно кому. Единственное условие было не продавать эти инвайты за деньги. и, соответственно, они еще разошлись вот таким достаточно большим количеством. В 2014 году, значит, да, было запрещено распродавать инвайты, но они, естественно, продавались. Значит, в январе сам девайс, точнее, до января месяца, сам девайс стоил 70 тысяч баксов на eBay. Было огромное количество всяких разных вариантов мошенничества, когда люди платили там 8000 долларов или абсолютно новые один-один в копии Google Glass за 500 долларов, потому что мне не понравились и я их не использую и так далее и тому подобное. Были реально китайские пластмассовые подделки, которые выглядели как Google Glass, которые тоже продавались на eBay. Аккаунт Invite там начинался от 2 до 10 тысяч долларов. Просто сам Invite, чтобы потом была возможность купить. Далее. В июне месяце, или нет, в середине июля, Google сказала следующее, что все, мы начинаем продавать Google Glass Explorer Edition в абсолютной продаже для граждан США и для граждан Великобритании. В Британии они стоят 1000 фунтов стерлингов, в США они стоят 1600. 1500 плюс 100 баксов каких-то налогов. Собственно говоря, все эти очки, которые продаются, они называются не просто Google Glass, они называются Google Glass Explorer Edition. Что это значит? Google говорит, вы не просто какие-то наши пользователи или потребители нашего продукта, вы наши исследователи. Вместе с нами вы постоянно улучшаете эти очки. Ваши фидбэки постоянно улучшают эти очки. Мы вам даем вечную гарантию. Если у вас сломаются эти очки, вы можете прислать их обратно в Google, описать кейс, при котором они сломались, там забыл в ванной, набрал воду, все, или там сел на них. или шел вечером домой в очках, пришел до дома без очков. Все эти варианты Google описывает у себя в базе данных где-то, запоминает и высылает вам новую версию очков. Более того, когда ваши очки морально устаревают, то есть выходит новая аппаратная платформа, вам дается возможность прислать старые очки туда и получить новые. Тоже абсолютно бесплатно. С аппаратными платформами там очень интересная вещь. Выяснилось в какой-то определенный момент времени, точнее зимой, прошлой зимой, что они бьются током. То есть тупо пробивает статикой людей и дергают током. И как бы там вышли некоторые замены, потом они немножко поменяли железо, но про железо мы чуть позже поговорим. Вот. Собственно говоря, все участники это все эксплуореры. Весь фидбэк с этих очков он собирается и анализируется. Улучшается там качество аппаратное, улучшается качество софтварное. Софтварных релизов было огромное количество. Сейчас там последняя версия то ли 23 прошивки, то ли еще какая-то. Об этом тоже немножко позже поговорим. Обещают в следующем году выпустить версию очков для консюмеров, для обычных. То есть уже не эксплуорер, как бы обычные очки. Стоимость, как сказала Google, стоимость будет привычных нам всем обычных смартфонов. видимо, там, видимо, Nexus какие-нибудь там, в районе 600 и менее долларов. И есть еще одна интересная программа, которая тоже была запущена в середине июля месяца. Это Google Glass At Work. В чем смысл этой программы? Если вы большая компания, допустим, которая занимается какими-то там исследованиями, чего-то там, либо производит какое-то оборудование для медицинской отрасли, вы можете заключить контракт с Google, ваши девелоперы будут допущены к особым специальным программам, и вы можете эти очки продавать уже как отраслевые, свои отраслевые ниши. То есть, допустим, есть ребята, которые продают очки для медицинских приложений, когда там хирурги снимают прямо в прямом эфире делают операцию, там кого-то режут и получают там какие-то notification от коллег, продкастится эта вся фигня, короче, на все там очки, либо на мониторе и так далее, и так далее, и так далее. Вот эта программа. Собственно говоря, давайте посмотрим, из чего они состоят. На сейчас процессор Texas Instrument Amap двухъядерный, 1 и 2 ГГц. он достаточно мощный. Если есть здесь программисты Unity 3D, есть программисты Unity 3D, ну, знаете, что такое Unity 3D, да? То есть, это среда для разработки 3D игр на мобильной платформе. У них есть стандартный пример. Небольшой RPG, которая прямо из коробки есть, программировать, запускаешь его, он у тебя начинает моталяться. Достаточно такая хорошая 3D графика и все остальное. Я пробовал запускать этот пример на очках, он реально очень хорошо идет. Где-то 16 FPS, наверное. Разрешение экрана 640 на 360, что, в принципе, тоже, на самом деле, немало. Экран выглядит приблизительно следующим образом. Как будто то у вас вот тут висит вот такая вот я один. Значит, экран выглядит следующим образом. Я покажу без микрофона. 16 гигабайт памяти именно Storage, который есть. Из них доступно, по-моему, 12. 4 гигабайта ходят на операционку и на всякие разные кэши и вся фигню. Какую фигню, кстати, мы еще посмотрим немножко дальше. И 2 гигабайта памяти. То есть, они очень-очень мощные. Как с железом. Куча разных всяких сенсоров, акселерометров, гироскопов, тачпадов и всего остального. Как это все работает, тоже немножко позже глянем. Из железа сейчас предыдущая версия, которая была очков, она была с одним гигабайтом памяти и запускалась на андроиде 4.03. Они обновили андроид до 4.4 и добавили еще гигабайт памяти. Ну, собственно говоря, никто в этом не сомневался. Каким образом происходит у нас сама эта магия отображения информации? Собственно говоря, вот в этой части экрана у нас вот здесь у нас находится маленький проектор. По принципу работы он приблизительно такой же, как чудо Epson, который висит и который нам проектирует эту всю фигню. Далее есть слой, который отражает свет этого проектора с одной стороны, с другой стороны. Позволяет видеть, как через обычное стекло, оно полупрозрачное. Качество изображения в принципе достаточно интересное. Естественно, с учетом того, что стекло полупрозрачное, качество зависит очень сильно от того, насколько контрастная поверхность. То есть, если, допустим, смотреть на яркий какой-то свет, то может быть незаметно изображение. Для этого есть, собственно говоря, один небольшой хак, который был, видимо, изобретен кем-то из этих чудных исследователей Google Glass Explorer, как бы работает он следующим образом. Вот так вот, допустим, у нас есть неконтрастное какое-то изображение, мы закрываем рукой свет и видим прекрасно и хорошо. Кроме этого, кроме этого, в комплекте с очками. В комплекте с очками. Они, кстати, приезжают в большой белой коробке и в этой белой коробке лежит такой вот мешочек для переноски. С этой стороны он немножечко армированный. Вот. И там в комплекте идет такой абсолютно модный флетовский USB кабель, который подходит к любым USB устройствам. И вот такая вот интересная штука она. Собственно говоря, она позволяет очкам называться очками. Сейчас опять положу микрофон. вот. После этого очки похожи на очки с одной стороны. С другой стороны изображение, которое выводится на этот проектор, оно становится гораздо более четким. там идет, видимо, какая-то поляризация специальная всей этой фигни. Оно реально становится очень-очень-очень хорошим. Даже на светлых каких-то источниках можно все это дело делать. Как вы понимаете, вид немножечко футуристический. я общался с ребятами, которые были на самом пирам Google.io и которые купили эти очки себе. То есть пользуются они очень-очень давно уже. Я как бы у них спрашивал, а насколько быстро люди привыкают к вашему виду в очках? Мне говорят, ну как, мы пробовали. Приблизительно минут 15, да, и потом среда уже привыкает к тому, что у вас какая-то фигня висит и вас в принципе не замечают. Если ты идешь по улице в очках люди даже не обращают внимания. Кроме этого как бы вот сами Google говорят, что да, действительно эти очки в принципе незаметны и так далее и тому подобное. Проводили мы эксперимент в Харькове насколько люди не замечают эти очки. Ну меня люди не замечают в очках только если я делаю следующим образом. Когда вот так сделал, все, они перестают меня замечать и обращают на меня внимание. Во всех остальных случаях достаточно длительное время проходит, чтобы люди перестали смотреть. И то как бы не работает в общем-то. Вот. Это что касается изображения. Что касается звука. Значит звук работает очень просто. звук передается через кость. Вот здесь находится этот чудный баланс conducting hitphone, который сквозь кость передает звук прямо на внутреннее ухо. Причем самое интересное, что все это notification какие есть, они слышны и окружающим тоже в том числе. Более того, проверяли, у кого-то они слышны гораздо громче, у кого-то они слышны гораздо меньше. В зависимости видимо от резонирующей размера и пустоты. С одной стороны, левый ближайший к нам слайд, это как работают обычные наушники. То есть вы вставляете микрофон в ухо, звук проходит барабанную перепонку и дальше уже на слуховой нерв и в мозг. Второй слайд показывает нам, как работают эти очки. Звук идет через кость, минуя барабанную перепонку сразу в мозг. Ну, через слуховой нерв, естественно. Это собственно ведет к тому, что если не дай бог у вас есть повреждения барабанной перепонки, но сам внутреннее ухо, внутренний слуховой нерв работает нормально, то с этими очками вы будете слышать все звуки, которые есть. Во второй версии был добавлен вот такой очень интересный прибамбас, который на самом деле наушник. Выглядит он в подключенном состоянии следующим образом. Вот как-то так это все выглядит со стороны. Еще более футуристично и страшно, чем без них. Из них какой собственно говоря польза от них профит? Окружающие перестают слышать весь тот звук, который у меня происходит в очках. Кроме этого всего качество звука становится естественно лучше. Единственное какой у них большой самый минус у этих чудных наушников они крайне хреново вот собственно говоря как выглядит пользовательский интерфейс для самого пользователя мы сейчас посмотрим сначала на небольшом видео а потом и живу и и т т т т т т т т Продолжение следует... 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 вот кроме этого здесь находятся настройки до подключение к вай фай bluetooth информация девайси 22 сейчас она стоит прошивка не 23 гигабайт свободно и час я на самом деле при открою небольшую тайну куда ушли эти вот четыре гигабайта из 16 из 16 гигабайт свободных не надо этого делать точно ситуация следующем здесь есть пасхальное яйцо если на view licenses нажать 9 раз мы увидим панорамную фотографию google и всей команды project x которая разрабатывает эти очки сейчас это у меня это все происходит гораздо быстрее чем вы видите на экране но за счет так сказать этих вот некоторых всех моментов есть некоторые нет 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 а ну как она работает немножко хуже чем если допустим их отключить вообще нафиг лагов нет все очень очень плавно происходит все эти вот скролы которые я туда-сюда моталял они делаются очень очень плавно то есть там тот зум работает и и так далее и тому подобное извините они меня выключились еще раз сейчас я очень быстро тут покажу это демо с панорамной фотографии потому что реально очень интересная и view license 9 раз у меня еще меняется звук на самом деле с каждым кликом и подорами фасоль да вот мы затем и еще немножко есть steam а тут внизу в синей рубашки в очках сидит сергей брин и она панорамная понимаю что буду сейчас немножко странно выглядеть но я вам хочу показать и сейчас просите давайте заново они что-то зависли вообще на самом деле подключены шнурком к компу они реально иногда могут попугивать они во первых начинают очень сильно нагреваться и очень быстро и то же самое происходит когда вы занимаетесь там допустим дебагом до подключив там android studio или там еще или клипс вы начинаете все это дело программировать они через детальщика полтора начинают нагреваться причем нагреваются недостаточно серьезно 10 где-то в области виска как бы ну в холодную погоду это очень даже комфортно на самом деле но летом было неприятно честно говоря так вторая попытка как бы такие штуковины но она не хочет вообще абсолютно вращаться ну как она у меня она не вращается просто на этом сам да не наш вижу в отражении экран не вращается в нич ладно хорошо давайте чуть позже попробуем это сделать еще раз как бы да спасибо чуть позже это сделаем и собственно говоря пока вернемся к презентации собственно говоря то о чем я говорил да текущая наша present future до которая вот есть сейчас это время home screen прошлое все карточки которые мы получили в виде либо notification of sms если у вас допустим очки запарены на телефон то sms ки она вообще видится как bluetooth гарнитура на самом деле они смысле и звонки sms ки приходят прямо вот сюда на экран достаточно удобно на самом деле со звонками правда не очень удобно особенно когда не знаю что они прямо звонят прямо на очки первый раз когда мне позвонили я немножко был слегка удивлен я взял телефон начал выходить в очках оставаясь снял потом не звонила мама и в это время со всех сторон началом рассказывать как чё куда и почему очки смысле не мама вот ну и собственно говоря вот те настройки которые я вам показал и то фото которая очень большой который мы не видели почему-то мы попробуем это сделать еще немножко позже обязательно каким образом мы видим очки с точки зрения вот пользователя с точки зрения веба есть на самом деле специальный сайт google.com майклэс который я вам сейчас на самом деле это уже покажу видим видео реальной живой фигни которая выглядит вот следующим образом что на нем мы видим значит во первых сейчас одну минутку да Во-первых, сетап. Когда очки приезжают, они еще ни к чему не подключены. Можно их установить либо через веб, пронициализировать первый раз, либо через приложение на телефоне iOS или Android. Инициализация заключается в следующем. Мы там проходим по степам. В конце мы вводим имя пользователя и пароль для Wi-Fi. Точнее, имя Wi-Fi сети, имя пользователя и пароль. И она показывает QR-код системы. Она система, который считывается самими очками. И очки после этого входят в ту Wi-Fi систему, которую вы добавили. После этого они логинятся на Google сервисах и появляются уже как обычный девайс. Как обычный девайс, они выглядят следующим образом. Девайс инфо. Есть две очень хороших здесь опции. Первый. Ладно, я случайно не нажат на нее. Это, да. Factory Reset. То есть сброс до состояния первоначально. Второй. Unlock device. Unlock device нужен для следующего. Для того, чтобы вы могли туда залить любую свою прошивку, которую вы хотите. Прошивки есть в интернете, выложены на сайте в виде бинарных кусков. Kernel полностью доступен в виде open source кода. Его можно пересобрать. Можно собрать свою прошивку, какую хотите. И есть некоторые компании, которые так и делают. Собирают собственные прошивки для каких-то своих собственных целей. Грозит за следующим. Это грозит тем, что возможно после Factory Reset, после Unlock device, вы потеряете гарантию на очки. Это пожизненно. Ну, может да, может быть нет. То есть у нас когда-то проводился, нам нужно было сделать Unlock. Мы это делали. Потом возвращали его обратно в лог состояние. И гарантия не терялась. Все нормально. Нам приходили новые очки. Но не гарантированно. Factory Reset зачем нужен? Все прошивки, которые приходят на очки, они приходят сами собой. То есть у вас не всплывает интерфейс, что вот, есть новая прошивка, хотите там обновить. Нет предупреждения, что мы вот сейчас будем обновлять. Вы включаете очки, а они как бы говорят, здрасте, мы обновились. Чем это грозит? Это грозит тем, что, во-первых, не все, что у вас до этого работало, будет работать. Прямо на сайте Google, в девелоперских этих чудных дебрях, где рассказывается о том, как программировать Google Glass, есть очень большое такое предложение, которое говорит, что мы, Google, все еще делаем эти очки универсальным продуктом. Мы все еще экспериментируем. Поэтому мы не гарантируем вам, что, может быть, любое ваше приложение всегда будет работать на этом самом девайсе. Мы не гарантируем вам, что они будут нормально работать после перепрошивки со всем тем, что у вас до этого стояло. Соответственно, мы улучшаем продукт вместе с вами и примите это как данность. Чем это грозит девелоперам? Девелоперам это грозит следующим образом, что после автоматической перепрошивки приложение может не работать. Более того, может быть ситуация, когда вот у нас был такой клиент, не буду называть какой, ситуация была следующая реально. Значит, приложение, которое мы писали, которое разрабатывали, оно делало фотографии определенным образом, потом куда-то обрабатывало. Клиент нам говорит, все работало, окей, 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 он пишет на письмо, что, знаете, у меня очки почему-то постоянно фотографируют. Ну, мы как, как, как постоянно фотографируют, там, что вы нажимаете? Он говорит, что, как бы, а, что бы я ни нажимал, они все равно фотографируют. В смысле, а вы находитесь в программе? Нет, мы находимся не в программе, мы вообще находимся на окей глаз, они постоянно фотографируют. А попробуйте там зайти туда-то. А мы не можем, потому что они фотографируют. Ну и как бы мы, естественно, запускаем на своих очках версию последнего приложения. Я там аккуратненько начинаю худеть, потому что думаю, нифига себе, я как умный пацан написал программу, которая на самом деле убила девайс клиенту за тысячу фунтов стеллингов. Но несколько неприятная ситуация. У нас эта ситуация не повторяется. В чем дело, как бы непонятно. И тут на очках, которые у меня, приходит notification, обновлена прошивка на следующую. Благо, что я это заметил на самом деле. Начинаем выяснять, какая версия прошивки у них. Опять-таки, у нас на нашем девайсе эти баги абсолютно не повторяются. И клиент, благо у нас очень продвинутые ребята, клиенты, мне говорят, давайте мы сделаем factory reset. Я говорю, давайте. Они сделали factory reset, голую систему запустили, все окей, работает. После этого запустили наше приложение. Оно, естественно, тоже работало все нормально. И как бы на этом я перестал худеть. А у них очки заработали, приложение заработало. Они счастливы, и мы счастливы тоже в конце. Вот. Опять-таки, там всякие разные мои Wi-Fi network, но это неинтересно. Device Location. Можно посмотреть, можно посмотреть, но нет. Но нет. Но вообще работало. И, собственно говоря, сами приложения. Это вот Actis Glossware, которая есть сейчас на экране. Это то, что уже установлено конкретно на этих очках. Как бы не очень много. Но вообще, если посмотреть все, что есть, то это приблизительно вот такой вот список. Плюс есть еще CMO. Они тут повторяются частично. То есть, в общем-то, на сейчас здесь около 80 смелочек приложений, которые доступны уже официально. Доступны официально это как? Это разработчики написали приложение, отправили его в Google, и оно доступно всем пользователям Google. Неофициальным образом, то есть, какие-то приложения, которые в разработке еще существуют, либо приложения, которые не предназначены для общего, для всех пользователей, а для маленьких небольших компаний, их, естественно, гораздо больше, чем здесь показано на экране. Собственно говоря, каким образом они разрабатываются? Есть два с половиной способа разработки приложений. Значит, способ первый. Это использование Mirror API. Способ второй. Это использование Glass Development Kit. И способ два с половиной. Это на самом деле микшированный Mirror API плюс Glass Development Kit. Как это выглядит для Mirror API? Фактически это просто веб-сервис. Если у вас существует приложение Mirror API, вы не пишете приложение, которое устанавливается на сами очки. Вы пишете веб-сервис, который подключается к гугловским сервисам, передаете команды в определенном формате на этот сервис, и они приходят в виде карточек или в виде notification на сами очки. То есть реально они выглядят следующим образом. Какой-то notification, карточка появилась, письмо пришло. И это вот та вещь, которую я когда листал в PEST, вы все видели там письма и так далее и тому подобное. Кроме этого всего, с помощью Mirror API можно получить какую-то информацию с самих очков. То есть можно, допустим, забрать фотографии, которые вы делаете, расшарить через ваш сервис. Можно расшарить видео и аудио. И можно расшарить какие-то заметки, которые вы там диктовываете голосом, они переводятся в текст. Потом это все можно отправлять на Mirror API. Поддержка есть для вот этих вот шести платформ. Внизу, которая маленькая фигня слева, это Google Go значок. Ну, я надеюсь, не обидел Go программистов, но тем не менее. Java, .NET, PHP, Python и Ruby или Rabbit. С точки зрения разработки, выглядит следующим образом. Glassware шлет notification, он приходит вот в наше PEST, в наше прошлое. Вот таким образом вся эта большая лента, она аккуратненько раздвигается, и сверху у нас падает красиво этот чудный карт. С точки зрения программирования. Вот самая первая верхняя часть. Это просто обычный HTTP заколовок. Его можно даже без API сделать. Нужно только вставить правильный токен, его получить корректным образом туда вставить. И можно слать вот прямо вот, хоть курлом, хоть чем. Либо на питоне, Hello World, да, выглядящий, либо на Java. Все очень просто, все очень элементарно. Делается в три тычка с точки зрения программирования кода. С точки зрения установки окружения. Вам нужно зайти в Девелопер консоль, на аккаунт, к которому подключены очки. Это важно, это обязательно. Там создается стандартным образом проект. В API вы передвигаете в он, вот эту чудную птицу Google Mirror API. Которая посередине, которая зелененькая. Если у вас в вашем аккаунте не подключены реальные очки, реальный девайс, эту строчку вы просто не увидите. Вот. Ну это вот одно из неприятных вещей. Кроме этого, тысяча реквестов в день для стандартных приложений. То есть, если вы с Google не договариваетесь, то тысяча реквестов в день у вас возможно через этот Mirror API. Из минусов, естественно, как бы еще момент такой, что они не мгновенны. То есть, в принципе, они приходят достаточно быстро, если там пробовать какое-то локальное, либо не локальное приложение. Есть Mirror API приложение Evernote, которое позволяет шарить ваши фотографии. То есть, реально это выглядит следующим образом. У вас очки, вы делаете фотографию, на бухе открыт Evernote, и он через клауд шарит вашу текущую фотографию в вашу текущую заметку. Либо создает новую заметку. Ну, 3-5 секунд это происходит. И фотография получается сразу же на вашем десктопе доставлена. Но, я когда-то экспериментировал с Mirror API, бывали лаги. Причем, бывали лаги в несколько часов, когда информация отправлена с самих очков. Я знал точно, что они уже пришли на сам сервис, лагирование ведется, и отправились на Google сервис. Она приходила, доставлялась на комп, либо наоборот, через несколько часов. И это, как бы, тоже, в общем-то, нормальное явление, потому что Mirror API не предназначен для каких-то операций, которые вам нужны мгновенно. Из приложений, из примеров. Ну, это, наверное, мое любимое приложение. Приложение, которое позволяет управлять вашей Теслой. То есть, если у вас есть Тесла, этот электромобиль, вы с помощью, есть Google очки, и вы с помощью очков можете делать очень много полезных вещей. Открывать и закрывать двери, как бы, осмотреть температуру в салоне, устанавливать ее. Кроме этого, можно проверять, насколько разряжена ваша Тесла, как бы, и так далее, и так далее, и так далее. Тут, естественно, собственно говоря, больше вау-эффект, потому что сама Тесла, если вы видели или сидели в Тесле, там есть большой 17-дюймовый такой вот экран, и он мультитачевый, он на Ubuntu там работает, и с этого экрана вы делаете все то же самое, даже больше, вплоть до открытия там крыши, если вот так вот аккуратненько ведешь по нему, и крыша в реальном времени вот так вот удержает, там, допустим, на 10% отвелян, а на 10% уехал. Там, на 20%, на 20%. В общем, очень клевая сама Тесла. На самом деле, у нас есть уже несколько идей для Тесла Аппликейшена, но нужен еще один девайс. Как бы, ну, да, как бы очки есть, да, нужен девайс Тесла. А еще одно приложение, мы сейчас посмотрим, как оно работает. Если видео будет положить, то я закончу презентацию. Сделаю стоп-презентинг и попробуем еще раз посмотреть. Давайте глянем. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Собственно говоря. Приложение абсолютно понятно. Абсолютно полезно. Естественно. Там в самом начале. Кстати. Зовут товарища Патрик Джексон. По-моему. Да. Как-то созвучно с этим Питером Джексоном. Который там был супер спайдером. Да. Спайдерменом. Нет. Ну ладно. Там в самом начале есть слайд. Даже не слайд. А вот он где сидит. Да. И вот у него такой загадочный вид. Ну. Не будем смотреть заново. Как бы может показаться что вот люди. Точнее этот Патрик Джексон он специально позирует. Да. Вот. Как бы на камеру. На самом деле это не так. То есть я тоже первый раз когда увидел удивился. Чувак позер. Да. На камеру. Сел перед ноутбуком. И вот такой вот все у него. Как бы такой вид. На самом деле мне коллеги мои харьковские сказали. Что Леша ты себя со стороны вообще посмотри. Как бы когда ты сидишь вот в этих очках еще с подключенным проводом к ноутбуку. Подключенным проводом почему? Потому что дебаг нужно делать. Реально точно так же и выглядишь. Даже иногда еще немножко хуже. Потому что там рот открывается и все остальное. Вот. Но вообще. Очень легко определить. По человеку. У него эти очки работают или не работают. То есть когда они не работают. Это выглядит вот таким вот образом. Да. Во первых. Нет здесь никакого огонька. И так далее. И взгляд. Да. Когда человек работает в них. Он выглядит приблизительно вот таким вот образом. Смотрит куда-то там вдаль. И опять таки здесь виден экран. Ну. То есть огонек. Что очки реально работают. Есть еще очень такая прикольная штука здесь. Кроме всех вот этих вот способов обработки и ввода информации. Там голосовым способом. Или там кручением головы. Либо там свайпами и так далее. Там подобное. Еще можно подмигивать. Это. На сейчас. У них экспериментальная область. Опция. На подмигивание идет фотография. То есть если я делаю вот так вот. То они делают вашу фотографию. То есть. Ну. Давайте посмотрим как это в живую выглядит. Честно говоря не всегда срабатывает. Но. Время я думал что срабатывает. Как бы. В зависимости от того насколько искренне я подмигиванию. Подмигивая. Я. Но. Я не первый раз уже рассказываю про очки. Да. Я начал подмигивать. Девушкам. Которые сидели в зале. Вроде бы работала сто процентов. Вот. Вот. В прошлый раз случилось и с юношами тоже. Я подумал что нет. Как бы зависит не от настроения. А просто как бы. Да. Значит. Собственно говоря. Вот таким вот образом вы все выглядели. Да. Когда я вас сфотографировал в предыдущий раз. Вот. А теперь давайте еще раз попробуем это сделать. Так. И. Да. Изюм. И. Работает. Момент. Ну это как вот птичка вылетит сейчас. Да. Опять таки есть некоторая там заторможенность. Да. Но только за счет подключения. Давайте попробуем сейчас еще раз посмотреть это. Эту чудную фотографию. да. Которую мы. Так и не смогли. Может быть они. От дуплету. Я дустили. Покажаем на картин MiM, мы будем подключать ее. Катастрофически не хотят показывать панорамную фотографию. Ну окей. Нет так нет. Собственно говоря, еще одно применение очков, которое напрашивается само собой, то есть девайс, который всегда с вами. Это всякие разные фитнес-трекеры и фитнес-приложения, что предлагают в этой нише и в этом рынке девелоперы Google Glass приложений. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...